друзья всем привет я хочу в этом видео рассказать вам о самом зубкове то есть для понимания когда вот я начинаю рассказывать о каких-то вещах о том какой властью и какими возможностями он обладает в крыму и некоторые не могут понять и поверить что какой-то директор частного зоопарка пособен кого-то купить запугать и так далее я вам просто назову цифры некоторые вы для себя подумаете и представите какие-то объемы вот когда я лично был в прошлом году паркер в тайган алексагина перед тем как мы сели в автомобиль зубкова mercedes 3 шестерки один из его автомобилей алексагина ему говорит что сегодня олег алексеевич у нас около 500 тысяч с билетов выручка и около 500 тысяч с магазинов магазины которые на территории где продается сувенирная продукция всякие игрушечки бусы футболочки и так далее знаете о чем идет речь вот это все около миллиона рублей время это было конец августа прошлого года при этом есть еще фото зона где услуга 15 минут поиздеваться над маленьким львенком или тигренком стоит 3000 рублей при этом корм по территории который продается 9 пучок петрушки стоит там около 300 рублей где один банан или один апельсин 100 рублей и бутылка воды 0 5 литров стоит 150 рублей плюс столовые на территории плюс бизнес зубкова по продаже львят и тигрят в цирке частникам в другие зоопарки когда люди покупают у него и давят этих хищников каким-то чиновникам знак какой-то благодарности потом этих львят и тигрят видим как с какими-то фотографами уличными до или бегающими пока по улицам зубков имеет вертолет квартира в китае дом в португалии квартира в москве в москве квартира 40 чем-то миллионов которые он приобрел что очень интересно на этом моменте хочу остановиться когда он выходил и всему миру рассказывал о том что у него нет средств содержать медведей которых он собирал по всему миру по странам стнг и так далее и он вынужден будет их скорее всего расстрелять если у него их не заберут это отдельная история отдельный видеоролик у меня есть на канале но суть в том что ныл о том что у него денег нет их кормить и в принципе в объяснении он потом об этом и писал до росприроднадзора природоохранной прокуратуре что он это сделал по причине что у него денег нет их содержать но в это же время в это же время он покупает себе квартиру в москве за 40 с лишним миллионов рублей он же стоит и рассказывает о том что когда на него началось давление после присоединения крыма том что он олигарх у него все есть у него вертолеты квартиры дома и так далее у него в ялте квартира рассказал португалии в китае бизнес португалии в китае этот человек который ни в чем не нуждается у него все есть все есть у них автопарк у его детей несколько автомобилей у него несколько автомобилей это не какие-то лада калина там или приора или еще что-нибудь это автомобили мерседесы мерседесы в основном их любимые автомобили там audi еще какие-то дорогостоящие автомобили достаточно и речь не о том что я этому завидую друзья мои когда я говорю об этом рассказу мне начинают писать в комментариях ты ему завидуешь я это говорю лишь потому чтобы вы понимали возможности этого человека сколько этот человек имеет денег в 2016 году он начал активно переводить деньги в китай и в португалию это не тысячи рублей это миллионы стабильно каждый месяц миллионы рублей которые он переводил за границу где у него бизнес по строительству многоквартирных домов которые он сдает в аренду португалии он и там бизнес открыл это огромные огромные деньги которые приносят ему этот бизнес китай все прекрасно знают чем славится китай китай это дериваты это нетрадиционная китайская медицина которая известна во всем мире все вы знаете сколько это все стоит там лапа медведя суп из лап медведей там стоит несколько сотен долларов суп поесть поэтому друзья это огромные деньги которые он не облагает налогами от налогов уходит я думаю предполагаю процентов 90 95 уходит от налогов по-прежнему подает декларацию что он в убыточном бизнесе ему друзья якобы друзья ему платят дарят лимузин и хаммер хаммер лимузин на день рождения катера ну мы же понимаем что все это потом переоформлено четко все на него и это снимаются эти видеоролики показываются эти друзья которые ему дарят на день рождения по моему здесь понятно что это человек сам себе делает эти подарки через кого то чтобы не возникало вопросов как его без убыточный бизнес приносит вот такие вот подарки самому себе поездки за границу и все прочее прочее поэтому друзья мои это человек который сам себя называют олигархом есть видеоролики он стоит возле клеток возле вольеров с медведями и говорит о том что я олигарх у меня все есть но когда случается какая-то беда он сприк всегда вспоминает про свой бедный электорат про тех зрителей которые смотрят его любят животных и в этот момент он превращается в бедного несчастного человека затравленного которому нечем их кормить которые еле-еле концы с концами сводит потом наступает момент когда он показывает свой пятиэтажный дом который в речайшими какими-то скульптурами заставлен какими-то речайшими вещами собранных со всех со всего мира из уголков всего мира которые стоят сумасшедших денег а до этого мог месяц назад рассказывать о том что он еле-еле концы с концами сводит ему нечем кормить животных когда мне говорят о том что ну подожди их же надо кормить чем-то животных вы забываете о том что у него есть своя собственная ферма собственная ферма на которой он выращивает свиней лошадей коровы там есть все у него настолько много корма для животных что пшеница которую я в ролике показывал на его ферме он ее не успевает продавать не она лежит у него второй год третий год лежит он кормит свиней пшеницей они спят на пшенице у него он засыпает вместо подсыпки вместо опилок пшеницей засыпает вольеры со свиньями на улице потому что ее в избытке у него люцерна лежит у него в тюках по несколько лет он ее же отвозил туда на новые территории менял ее на животных потому что ее в избытке у него у него с его слов как он мне говорил около полутора тысяч гектаров земли друзья мои полторы тысячи гектаров земли в крыму засажены пшеницей люцерной и всем остальным земли которая простаивает и ему мало мало он еще хочет он еще выпрашивает землю еще берет поэтому говорить о том что он чем-то нуждается и он там бедный друзья мои да он может соблазнить деньгами на свою сторону переманить чиновника у которого зарплата небольшая относительно понимаете ну если сказать суммы которые для зубкова ничего не представляют они смешные при мне по пять тысяч и вы и оставлял в ресторане когда мы обедали после судебных заседаний по пять тысяч на чай оставлял о чем говорите когда он с алексагиной мы плывем на лодке на море он ей говорит ты знаешь мне тут вот местные наши чиновники предложили купить часть пляжа возле черного моря ты не хочешь то не тоже прикупить таня пресс-служба парка львов тайган которая снимает безобидные ролики с гамадрилами она может себе позволить купить на побережье кусок земли в крыму человек который моет обезьяне жопы который не убирает вольеры не работает с животными как киперы это делают как та же ляля это делала покойная с утра до ночи она просто ходит с телефоном рядом с ним и она имеет возможность покупать себе дома квартиры и участки побережья пляжей в крыму это я рассказал вам для понимания просто какие там стоит ли жалеть человека и говорить о том что он бедный дайте ему работать дайте ему работать ему и так тяжело друзья мои там ничего тяжелого нет там уже столько что не унести не увезти и он не знает куда это все уже деть вот прям вот он он не знает уже что с этим совсем делать куда это все пихать и что еще покупать у него есть все это далеко не бедный не частный человек и очень многие к сожалению из правоохранительных органов и чиновники очень многие соблазняются на это на все тоже то легкие деньги это легкая возможность которая которую используют зубков и говорить о том ну он сказал но он не дает ребят этот образ он рисует меняет изо дня в день и вы влюбляетесь в этот образ человека забывая что за этим кроется на самом деле забывая про эти судьбы людей которые страдают от этого и так далее поэтому я не знаю бы напишите свое мнение в комментариях после того что я вам рассказал как считаете можно ли такого человека считать замученным забитым властями которые не дают ему ничего делать не дают ему делом своим заниматься человека который уже имеет такие возможности такие объемы можно ли его считать человеком которому не дают заниматься его делом или какой должен быть уровень у человека чтобы его электорат его избиратели вышли и сказали что ну принципе ему дали возможность делать все тысяча судебных заседаний и человек по-прежнему после такого количества преступлений остается на свободе посиди два-три месяца и снова на свободе умрет кто-то в парке он на свободе второй случай второй уже случай смерти в парке львов тайган и он от безнаказанности он ходит смеется смеется в лицо тем кто надеется что провести справедливость все-таки восторжествует пишите свое мнение в комментариях друзья и задавайте вопросы встретимся в чате у меня секунду 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 секунду